Теперь новые видосы выходят на день раньше в моём сообществе ВК. Я тебе покажу смешные видосики, которые я смотрю. Уже думал, что не покажешь. А вот и нифига, покажу. Смотри. Нормальный аппарат. И бампер зачётный у этого аппарата. Мам! Ты чего? Чего, Валяк? Смотри, что батя делает. Сидит и проперживает твою и без того пропержанную кровать. В точку. Нет, мам, я лежал, смотрел смешные видосики в телефоне. Пришёл батя, отжал у меня телефон и начал каких-то левых баб рассматривать. И комментировать их вслух. Типа аппарат нормальный, бампер зачётный у этого аппарата. Лёчек, сыночек, ты чего всё перекрутил-то? Ничего я батя не перекрутил. Мам, всё было так, как я рассказал. Старый, ты чего исполняешь это? Ты что, совсем что-то... Да я чего? Я ничего. Всё не так было. А как всё было? Я пришёл к нему в комнату. Он лежал, смотрел видос в телефоне. Начало уже сходится, и я начинаю злиться, кусок говна ты собачего. Да не горячись ты, да слушай сначала. Продолжай. Я сел на диван и попросил его дать телефон. Посмотреть, что он за видосики там смотрит. Он не захотел мне его давать. Я его обозвал. После этого он почему-то решил дать мне телефон. Я взял его, смотрю, там на видео девчонка стоит, и сзади неё машина. Я ей говорю, нормальный аппарат, зачётный бампер у этого аппарата. Там не было машины бать, там была только девчонка. Вообще-то была, дорогая. Вот кому ты поверишь? Мне, любящему мужу, или этому дегенерату? Чё-то я даже не знаю, кому верить. Кому-то придётся поверить. Валёк же тебе не сможет показать видос, который я смотрел? Я как-то не могу. Могу. Он в истории просмотра должен был остаться. Сынок, ну ты же пацан, ты к отцу должен быть ближе, а не к маме. Ты нахрена меня сдаёшь-то? А нефиг был бы от меня оскорблять. Вот петушара. Держи телефон, мамой. Вот я этот видосик маме бате смотрел, когда сказал, что аппарат нормальный и бампер у него зачётный. Охреневший ты тип дорогой. Чё, увидел молодую девчонку и всё, мозг отключился? Вроде нет. Тебя уже, я извиняюсь, на каком месте волосы седые, а ты на молодух засматриваешься. Ну накосячил я курагаты сморщины. Ну чё, всё, надо теперь меня с головы дано говном полить. Хорошая идея. Могу тебя навозом закидать, который мы для огорода приготовили. Себя закидай. Лучше он сын нашим за гостьем. Крыса растёт, родного отца сдаёт. Совсем офигел. Давай на меня стрелки не перекидывай. Ты накосячил, ты и огребай. Сейчас оба огребёте. Вы чё вообще бездельничаете-то? У меня уважительная причина. Какая? Квали каникул, так что я могу позволить себе бездельничать. Жавгуст, ты вообще сделал, чё тебе на лед задали? Сделал. А если проверю? А если проверишь, то не сделал. Вот и делай, а не видосики в телефоне смотри. Хорошо. А ты чё ржёшь, лошадь старая? Давай иди сливную яму откачивай. У неё таз смыть и ванну слить вообще уже невозможно. А я тут при чём? Мне хрен столько воды тратить, что яма сливная так быстро наполняется. Яму иди сливную откачивай. Мне чё, ведром что ли черпать тебя тут? Сейчас их в навозку вывезу, откачаю. Вот вызови и иди забор на заднем дворе чини, а то уже два месяца с дыркой в заборе живём, после того, как дерево на него упало. Бомжи в малину задолбали ходить срать. А возмущаешься, они считают, что её удобряют. Так что всё нормально. Ты сейчас добесишь меня, а я тебя удобрю. Очень смешно, дорогая. Я чё-то не пойму. Ты чё во мне сомневаешься, что ли? Да ладно, ладно. Сейчас пойду всё сделаю. И да, как с ямой сливной забором закончишь, толчок иди помой. А блин, за что? За курагу сморщенную. А ты за ложь старую. Ничего не хочешь сделать? Нет, ничего не хочу сделать. Всё, занимайтесь делами. Зашибись. Привет, мам. Я велнул с улицы. Иди собаку покорми и погуляй с ней, придурок. Круто. Ну чё, чмошник доволен? Да блин, бать, я не чмошника. Нет, я недоволен. Я думал, мама тебя по-быстренькому шатает, и я дальше продолжу в телефоне смешные видосики смотреть. Бать, валю, а кто маму так дозлил? Фиг знает, Игорёк. А нифиг было меня обзывать. А мама обозвала, а ты её так дозлил? Нет, обозвал меня, бать. Я на него мамку натравил, а она почему-то на всех натравилась. Всё понятно. Ладно, ладно, пойду делать, чё мама сказала, а то я не хочу, чтобы она мне люлей дала. Мне не хочется ничего делать. У меня сегодня выходной, я хочу отдыхать. Мне тоже не хочется школьные задания выполнять. Последний месяц лет, а я его буду тратить на эти школьные сраные задания, вместо того, чтобы чилить. Как быть? Игорёк, стой! Чё, нас по сути трое, а мамка одна? Верно. Тут мне не особо нравится ход твоих мыслей, Валёк. Она же, братан, не справится с нами тремя. Пойдём-то скажем ей, что мы ничего не будем делать. Если это не нравится ей, то нам насрать на эту высокую башню. Ну, пойдём. Плохая идея, чуваки. Да не, не так. Это очень-пле-очень-пле-очень-пле-очень плохая идея, чуваки. Почему это? Меня один вас одноклассник в первом классе обидел, и мамка без вас бола. Весь мой класс уложила одна. Игорёк, ну, по сути, она же сопляков размотала, правильно? Ну, по сути, да. А мы с Вальком взрослые так-то, да и ты уже не первоклассник. Согласен, бать. Так что не очкуй, Игорёк, с нами она не справится, да и не рискнёт пробовать. Потому что мы машина. Если чё, Валёк, ты запорожец. Сам ты запорожец, бать, нормальная машина. Ну, так что, пойдём, мамке, выдвигать наше недовольствие? Можно я с вами пойду, но сзади постою. Можно, очкушник, но если замес начнётся, вприжёшься, понял? Конечно, понял. Погнали? Пошли. Дорогая, мы, короче, потрымдели между собой. И? И мы, мам, хотим высказать тебе свои недовольствия. По поводу? Не хотим мы ничего делать. С чего бы? Уже август, до школы остался один месяц, и я не хочу его тратить на выполнение школьных заданий. Ммм, поняла. Следующий. А у меня сегодня на работе выходной, и я не хочу его тратить на откачку ямы, на помывку толчка, на то, чтобы забор починить. Я хочу лежать и нихрена не делать. Ммм, а я сегодня утром в магазин ходила, а я знаете, чё купила? У меня шоколадку? Ха, размечтался. Она мне вообще-то смелые воды на вечерочек купила. Такие вы, конечно, наивные, я прям не могу. А чё ты тогда купила? Купила, а я сегодня в магазине утром новую сковородочку. Смотрите, какая прелесть. Классная. Правда, только затестить я ещё не успела. Ну так затестить, картошечку мне пожарить с грибочками. А, сейчас, лучше пусть мама пельмешками сковородку обхатает. Мам, пожаришь мне пельмешки? Эх, не о том вы тесте думаете, чуваки, не о том. Не, приготовить я на ней уже сегодня приготовила. По-другому её затестить надо. Как? Вот так. Даже вмятина не осталась. Тестим дальше? Да не, мам, не надо. И так понятно, что сковородка охренительная. Зачем её дальше тестить? А, кстати, а время-то уже сколько? Так много времени, а я ещё школьные задания не начал делать, которые на лето задали. Пойду я. Не пойду, ваш. Отличная сковородка. Раньше уроду надо было делать дела и задания школьные. Хе, как классно ты, а, сзади стоял. Опачки, Игорёк, а ты чё стоишь? Не хочешь с собакой гулять и кормить её? Я, мам, ты чего? Просто я хотел сплотить, где собачкина еда. А, ну верните в холодильнике. А подоглить её надо? А, да и водички туда чуть-чуть добавь, чтобы пожиже было. Класса, мамуль. А как погуляешь с собакой и покормишь её, вот это говно по комнатам раскидай, хорошо? Без проблем, мамультика любимая. Но всё же, Полис, иди. Холосо. Повнесло. Остался неусатанным.